здравствуйте коллеги с вами Саков Роман компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник на этой неделе стартует предвыборная гонка то есть начинается дебат поэтому это событие были в центре нашего сегодняшнего внимания ну и также мы обсудим что у нас ожидает на предстоящей неделе как закрылась неделя предыдущей также я отвечу на один вопрос который я получил в комментариях под нашим видео ну а перед началом я напоминаю что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк ну и те вопросы которые у вас появляются которые вам хотелось бы разобрать пишите их пожалуйста мне в комментариях и так у нас эта неделя начинается с того что завтра пройдут первый раунд дебатов между а байденом и трампом на сайте yahoo есть очень наглядная статистика которая можно как раз воспользоваться для того чтобы понимать что сейчас происходит ну давайте во первых поговорим о том какие события у нас запланируют да то есть 29 сентября стартует первый раунд дебатов затем 7 октября пройдут дебаты между вице-президентами соответственно здесь вряд ли это может существенно повлиять но тем не менее байден делает достаточно большую ставку на своего вице-президента как раз для того чтобы привлечь дополнительный электорат на свою сторону а 15 октября второй раунд дебатов 22 октября 3 раунд ну и к сами выборы пройдут как раз 3 ноября а что здесь важно на текущий момент по предварительным опросам которые адаптированы на данном сайте то есть которые собирают из данные из разных источников мы видим что байден пока лидирует 49 и 8 процентов за байдена 42 процента за трампа вполне возможно что после того как пройдут дебаты это ситуация изменится и как мы видим сначала отчета как раз вот этих данных начиная с января этого года байден все на первом месте ну понятно что есть много вещей которые которых трамп выступает в качестве сомнительного кандидата да это и отношение с китаем да это и ну это политика которую он вел хотя с другой стороны для в целом для фонда рынка трампа выглядит довольно таки неплохим кандидатом и пока им и не остается а поэтому сейчас фокусе внимания с точки зрения дебатов будет проходить как раз ситуация вокруг ситуации с коронавирусом да как будут действовать те или иные тот или иной кандидат как будут действовать они в то есть с точки зрения того чтобы перезапустить экономику относительно другой вопрос который касается дополнительных выплат и дополнительно стимулирующих мер для населения я думаю что оба кандидата не обойдут все эти меры которые сейчас выходят ну безусловно на первую сторону да и становятся во главе поэтому мы будем с вами следить также у нас будет проходить вебинар который будет посвящен тому как проходят выборы вебинар пройдет 13 октября где мы с моими коллегами постараемся максимально досконально разобрать данную ситуацию и выявить наиболее важные моменты с точки зрения того как к этому подготовиться как это было исторически и что мы можем ждать на рынке ссылочка будет также в описании переходите регистрируйтесь и будем рады вас видеть на данном вебинаре на этой неделе будет также достаточно важные события у нас я напомню что заканчивается текущий месяц и давайте пройдемся теперь по календарю ну мы завершим как раз вот с важными событиями которые сейчас на рынке происходят затем посмотрим уже текущую ситуацию то есть у нас на этой неделе но заканчивается месяц то есть выйдут данные во первых будут опубликованы данные в среду по ввп до квартального ввп здесь прогноз ожидается минус 31 из 7 я напомню что если мы чуть ближе посмотрим на данный показатель то а ввп у нас снизился до минус 30 процентов то есть предыдущее значение было 31 из 7 соответственно любое ну наверное движение в позитивную сторону он будет адаптироваться позитивная для рынка но без словно это крайне негативное значение которое у нас таковым является но с последнее со времен второй мировой войны но тем не менее то есть понятно что многие многие процессы встали многие производства были закрыты конечно перезапустить их будет чуть проще но в любом случае мы должны увидеть какую-то подвижку в позитивную сторону в этом значении а также в пятницу будет опубликованы данные по количеству но созданных рабочих мест вне сельского хозяйства но он фарм первых у нас уже начинается октябрь первая пятница месяца но и мы как раз увидим данный показатель давайте посмотрим предыдущее значение которое которое собственно были сейчас мы видели уход в негативную зону прогноз то есть актуальное значение на текущий момент это 1300 1 миллион 300 тысяч новых мест было создано по прогнозу да здесь ожидается 7 миллионов новых рабочих мест но вот интересно да с точки зрения того что сейчас вновь набирает волну распространение коронавируса возможно так сильно как в сша как например в европейских странах но тем не менее действительно ли будут ли созданы эти рабочие места но с другой стороны вряд ли рынок может воспринять если все таки будет меньше это сильным негативом но тем не менее то опять же важный показатель за которым нам нужно сейчас следить поэтому неделя также обещают быть интересной в первую очередь выходят как раз на первую сторону дебаты ну и та коррекция которая сейчас на рынке происходит которую мы видели по течение фактически всего октября всего сентября прошу прощения она сейчас может начать завершаться теперь я бы хотел ответить на вопрос который поступил как раз на нашем канале вопрос звучит следующим образом расскажите пожалуйста про dow jones и если можно пару слов о том как dow jones связано с s&p 500 в ваших обзорах присутствует s&p 500 можно ли опираться на него поведение для анализа dow jones это очень хороший вопрос здесь давайте пару слов и скажу о структурах индексах давайте сюда добавим также индекс nasdaq в принципе понимать существует три ключевых американских фондовых индекса это s&p 500 это nasdaq 100 и dow jones 30 должен 13 это историю старейший индекс а в него входят 30 крупнейших компаний сша и в чем разница да вот сейчас если мы с вами посмотрим динамику по nasdaq да например после тех движений которые мы видели в феврале да то есть февраль у нас была коррекция на 30 процентов затем рост по nasdaq составил порядка восьмидесяти шести процентов то есть nasdaq ушел еще в июне высший исторических максимум ну и собственно продолжал рост s&p 500 а снижение было на порядка тридцати шести процентов падал сильнее чем nasdaq и рост составил порядка 60 процентов то есть выше локальных максимум мы вы смогли уйти только в августе ну и давайте посмотрим dow jones dow jones падал сильнее всех да то есть у него падение составил на порядка тридцати восьми процентов рост составил с минимальных значений которые мы видели как раз в марте порядка 60 процентов и исторический максимум мы еще не обновили а почему так потому что драйв самыми ключевыми драйверами роста были технологичные компании такие как amazon facebook google apple ну и так далее то есть те ключевые компании которые фактически двигали индекс и здесь индексы росли в зависимости от того какая доля этих компаний находилась в индексе потому что если мы возьмем nasdaq и фактически вот этот рост который был у нас начиная с марта он был ростом технологичных компаний да то здесь так как nasdaq это высокой технологичный индекс и доля технологичных компаний здесь наиболее высоко в том числе и поэтому мы видели самый стремительный рост то есть в зависимости от того какая доля экономик находится в данном индексе если мы с вами возьмем индекс dow jones 30 посмотрим его структуру то здесь достаточно большое количество компаний из старых экономик то здесь фактически сейчас из технологичная компания это apple но и была добавлена компания salesforce как раз когда происходила ребалансировка данного индекса то есть изменения в структуре были добавлены более технологичные компании и исключены такие компании как xn mobil writing technology то есть компании которые находятся в старых экономиках да то есть в свою очередь долл джонс пытается ребалансировать для того чтобы как раз они двигались в сторону с рынка то есть в целом увидим что динамика она совпадает и там и там то есть где мы видели коррекцию коррекция была по обоим индексам просто отыгрывали на не эту коррекцию по разному потому что в этих индексах несколько разная структура соответственно в dow jones больше как я уже сказал то есть компании из реального сектора который сейчас очень сильно недооцененны рынком вполне вероятно что туда деньги могут вернуться и в свою очередь до джонс также сможет отыграть и обновить и локальный максимум продолжить свое дальнейшее восходящее движение но пока это не произошло потому что его драйверы основные пока находятся на локальных минимумах но и из тех драйверов которые есть точки зрения технологичной компания не имеют сейчас не такую большую долю поэтому dow jones в принципе отстает у всех остовых индексов а если взять в среднем по больнице до температуру то есть то что является средним срезом по всем американским компаниям это безусловно индекс s&p 500 он является ключевым то есть за ним он должен быть в принципе фокусе внимания в основном поэтому и в наших обзорах мы первую очередь разбираем данный индекс потому что в нем 500 компании в том числе этот индекс рос и на технологичных на росте технологичных компаний потому что сейчас они занимают там долю порядка двадцати двадцати пяти процентов данном индексе и с течением роста эта доля она увеличивается да пока продолжают расти эти компании но в том числе и компании с старых экономик тоже начинают отыгрывать те падения которые были то сейчас мы по многим инструментам находимся на локальных минимумах а надеюсь что я ответил на ваш вопрос если есть какие-то дополнения то пожалуйста также напишите в комментариях и я на безусловно на этот вопрос тоже отвечу ну а теперь давайте посмотрим а с точки зрения текущей ситуации точки зрения того что сейчас происходит и как у нас начинается открывается сегодня рынок и что мы можем дальше ожидать от текущего движения начнем мы как всегда с валют с евро доллара по евро доллару как я говорю то есть мы пробили область поддержки которая находится в области они 16 87 с одной стороны это может говорить о том что мы можем на какой-то период времени уйти в коррекцию по евро доллару но в целом для себя пока я рассматриваю также и движение по восходящей опять же сейчас рынок может расти но в точки зрения того что падать американский доллар на тех вещах которые могут быть приняты в сша да это новый пакет стимулирующих мер я напомню что до 30 числа республиканцы демократы должны договориться о том сколько они будут выплачивать и когда и это тоже важно для рынков на этой неделе то есть рынки могут быть очень очень болотильные с текущей на текущий момент мы видим что движение нисходящее у нас продолжается то есть фактически середины сентября мы видим нисходящее движение по евро доллару пока никаких попыток на завершение как раз данной нисходящей формации у нас не происходит поэтому ждем будем смотреть где она остановится и дальше уже будем принимать какое-то решение то есть понятно что покупать сейчас пока рынок падает но нет никакого смысла по британской валюте также у нас есть нужно держать фокусе внимание это brexit до 15 октября должно было быть должно будет принято решение с точки зрения того какие пошлины будут действовать при торговле между великобританией странам ес опять же на этом фоне британская валюта падала на сильнее чем все остальные на сентябре но вполне вероятно что она уже начинает отыгрывать то падение которое было пока мы сформировали здесь такой небольшой боковик который был на прошлой неделе нижняя граница это 1 26 верхняя граница 1 28 соответственно пока в данном диапазоне мы и торгуемся рассматривать покупки здесь я буду меня только после того как цена сможет закрепиться выше максимальной значений которые были сформированы на прошлой неделе то есть по крайней мере выше максимумов четверга среды то есть это отметка 1 27 70 и меня только после этого я буду рассматривать же заход на покупки но в целом а также возможности купить здесь выглядит довольно таки интересно если это не тот тренд который может поменяться дальше можем видеть движение исходя то есть если мы не сможем переписать вот на данной восходящей волне как раз последний локальный максимум то в этом случае уже я для себя буду рассматривать продажи ну и нисходящий тренд как преимущественно основной в данном случае по паре американский доллар канадский доллар здесь мы также находимся на локальных максимумах то есть торгуемся уже по максимум который мы видели в начале августа с точки зрения часового таймфрейма пока у нас сохраняется также восходящее движение то есть пока нет признаков начала падение американского доллара который как раз может произойти противовес роста фондового рынка и соответственно снижение американского доллара поэтому здесь мы ждем как раз в подтверждение данной информации если мы сможем закрепиться ниже минимальные значения четверга и пятницы то в этом случае можно видеть первые признаки начала как раз нисходящее движение по данному активу а пары американский доллар японская иена довольно таки неплохо скорректировалась тоже довольно таки неплохие уровни для того чтобы заходить на продажу на на продолжение снижения то есть целями на в область минимальные значения которые мы видели как раз в середине сентября эта область то 3 88 с точки зрения часового таймфрейма опять же пока мы растем то есть как раз нам нужно для того чтобы заходить в продажу видеть завершение данной восходящей информации тогда можно ну по крайней мере я для себя буду рассматривать вход уже на понижение по данному инструменту пока здесь ждем австралийца а также довольно таки неплохо скорректировался зашли в зону перепроданности на текущий момент с текущих уровней также рассматривать для себя восстановительные восходящее движение которое мне может с одной стороны привести вновь продолжение роста к обновлению локальных максимумов с другой стороны если мы не уходим выше максимальные значения которые сформированы в области 73 38 то в этом случае мы можем увидеть еще одну волну нисходящего движения но сейчас вполне радует что вот это коррекционное движение здесь может закончиться мы увидим а некоторые попытки роста но с точки зрения числа у таймфрейма пока весь смены настроение не произошло все еще сохраняется нисходящая формация поэтому если у вас были открыты на предыдущие продажи то их имеет смысл пока продолжать держать но с точки зрения покупок держите во внимание что если цена закрепится выше 70 уровня 70 806 это максимум который был сформирован в пятницу то с этих уровней уже можно будет рассматривать для себя покупки а новозеландец вот это как раз единственно валютно пара которые сейчас начинают двигаться меня в сторону основного тренда которые пока на рынке сохраняется а новозеландец не ушел ниже минимальных значений которые были сформированы в августе то есть пока у нас вот формация данного восходящего тренда не сломленная мы находимся по довольно таки неплохим уровнем для того чтобы присоединиться на рост если опять же все ситуация сохранится поэтому по новозеландцу здесь я позицию открыл а еще пятницу соответственно 5 мы увидели закрепление выше максимальных значений которые были сформированы в четверг я поставил отложенную ордер который убрал и вошел по рынку до поменял то есть вошел одним одной частью вошел сразу же по рынку потому что ситуация уже была довольно таки неплохая то есть мы скорректировались и поставил на всякий случай еще один отложенный ордер чуть меньшим объемом на 65 26 если еще будет одна волна снижения но цена не уйдет ниже минимальные значения которые мы видели 24 сентября тогда я докуплюсь как раз в эту позицию ну и цель здесь у нас стоит цель максимум это движение как раз в область максимальной значения 18 сентября то есть это максимальная цель понятно что я буду за сделкой следить и в случае необходимости выйду сделки раньше если ситуация на рынке поменяется вот пока и сделок на текущий момент у меня открыт новозеландец золото так же довольно таки неплохо вывели для покупок но опять же с точки зрения часовой таймфрейм у нас пока нет подтверждения начала импульсного роста ну любого даже роста да не обязательно импульсного пока у нас сохраняется падение которое мы точно так же видим с середины сентября соответственно здесь уровень за которым я буду следить это максимум четверга и пятницы уровень 1875 долларов за трошку унцию если мы закрепляемся выше данного значения то я буду искать для себя уже возможности в золото зайти пока за ним не наблюдаю по индексам индекс дакса индекс s&p 500 как раз пятницу закрыли довольно таки неплохим ростом и сейчас эта динамика продолжается соответственно по даксу с точки зрения дневного таймфрейма на сохраняется формация восходящая у меня уже были одни попытки покупать но здесь мы продавили как раз на 24 сентября ниже моего стоп-лосса ушли затем еще пятницу чуть ниже а затем вторую половину мы начали отрастать сейчас мы уже обновляем локальный максимум поэтому вполне вероятно что здесь еще один заход на начало восходящего движения может быть сформирован который я тоже для себя рассмотрю как возможности поиска новых точек для входа на продолжение роста по даку сейчас вот ситуация как раз концу сентября начинает меняться и в принципе октябрь у нас может быть месяцем ростом для по фондам индексом но и соответственно по всем другим инструментам s&p 500 уже было у меня несколько заходов как раз на присоединение по тренду я делал попытки входа 17 сентября сделка закрылась по стоп-лосса я также докупал 23 сентября сделка закрылась по стоп-лосса но мы чуть не так сильно ушли ниже моего уровня но собственно здесь могли быть еще ниже поэтому здесь таких случаях я предпочитаю как раз выходить из позиции и уже ждать новых ситуаций как раз сегодня нам при маркете то есть на торговле то есть на торговле азии и европы мы с вами видим что если 500 фьючерс и 500 торгуется выше максимум который будет сформирована в пятницу что принципе мне дает сигнал о том что мы можем перейти в фазу роста поэтому здесь я для себя поставил отложенный ордер на 32 44 если мы увидим еще одну волну снижения в данную область то я в снг 500 я бы вошел еще раз да то есть не по текущим ценам не по текущим уровнем а с еще одной коррекции тогда в снг 500 я уже буду меня заходить а ну и по нефти марки бренду собственно здесь мы видим все-таки небольшой боковик который у нас все еще продолжается в целом пока нефть пытается восстанавливаться с точки зрения часового таймфрейма вот этот боковик с верхней границы где-то 42 30 нижняя граница 41 мы все еще в данном диапазоне торгуемся но пока общий прицел здесь все-таки выглядит восходящим собственно мы в пятницу торговали свыше максимальное значение четверга но затем концу торговой сессии закрылись примерно по ценам открытия и понедельник сегодня у нас мы меня торгуемся пока в негативной зоне по отношению к открытию но если мы не уйдем ниже значения которые были как раз на прошлой неделе сформированы то в целом видим что тенденция восходящая по нефти сохранится что собственно и планируем рассматривать для дальнейшего восходящего движения недели обещают быть довольно таки интересно как принципе и весь месяц да то есть октябрь и начало ноября ну и дальше мы собственно все ожидают начало нового ралли меня по фондовым индексом но пока есть некоторые неопределенные с точки зрения выборов рынком пока расти не дают ну и ряд стимулирующих мер которые пока все еще не принят не оказывают долной поддержки рынку за всеми этими событиями будем следить будем своих с вами их разбирать увидимся с вами в среду и посмотрим как эта ситуация уже продолжается а также коллеги хочу напомнить что у нас на этой неделе стартует вебинара с александром элдером 30 числа но в последний день этого месяца мы с вами встретимся в 19.00 по москве таллину киеву риге и как раз послушаем мнение александра что он ожидает на ближайший месяц какие есть интересные акции какие есть интересная ситуация по его мнению но и также проведем итоги розыгрыша которые мы делаем каждый месяц среди участников данного вебинара поэтому так же приходите по ссылке ссылка будет в описании к этому видео регистрируйтесь и увидимся на данном вебинаре ну а на сегодня это все всем желаю хорошей торговой недели хорошего торгового дня с вами был саков роман компания норомаркет ставьте лайк подписывайтесь на уведомления ну и оставляйте ваши вопросы в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания